Welcome to Marina K's Class. Добро пожаловать в мою виртуальную аудиторию. Мы продолжаем знакомиться с настоящими временами. И сегодня у меня отдельный урок, который я хочу посвятить тому, чтобы показать вам основные принципы использования всех времен. Сегодня попробуем функционально использовать все настоящие времена с учетом речевых, коммуникативных ситуаций, в которые мы попадаем при ежедневном общении. Потому что мы же учим их не для того, чтобы раскрывать скобочки, а для того, чтобы общаться. Для начала вспомним, какие принципы и секреты вложены в каждое время. Present Simple. На временной прямой это некие факты, просто перечисление каких-то действий, режима, расписание и так далее. Present Continuous это всегда процесс, это всегда длительность. В Present Perfect мы уже имеем какой-то результат к тому моменту, к которому это произошло. И в Present Perfect Continuous мы уже имеем что-то сделанное, и процесс еще продолжается. У нас есть маркеры, которые в принципе нам помогают. Здесь это может быть Usually, Always, Often, Every Day. Здесь Now, The Moment, It's Present. Но мы помним про то, что и в будущем можно использовать. Здесь у нас Already, Recently, So Far, Just, Ever, Never и так далее. Ну и здесь For, Since и How Long. Конечно же маркеры могут меняться местами, они могут использоваться для каких-то других ситуаций. Да, вот с раздражением мы говорили, что можно использовать Always, допустим. Вы все это сможете со временем использовать. Маркеры эти отбросите, костыли эти будут вам не нужны. А сейчас разберем некоторые примеры. Перед вами 4 предложения. Я читаю книги, ну вообще, так как люблю чтение. Я читаю книгу, сейчас, не отвлекай меня, пожалуйста. Я читаю книгу, уже час события в начале книги уже могу рассказать, но еще занята, так как продолжаю чтение. Я прочитала книгу, имею ее прочитанной на сегодняшний момент. Могу рассказать тебе, могу дать почитать, могу с тобой пойти погулять, ну в общем, могу делать много чего. Обратите внимание, можете остановиться, еще раз пройтись по этим слайдам, что там нет маркеров типа часто, обычно, регулярно. Например, в первом предложении. Но есть показатели более важные. Там есть сигнификатор слова books, книги. Оно написано во множественном числе. Почему? Потому что я вообще люблю читать книги, а не журналы и не газеты. Если сказать это предложение существительным в единственном числе, звучать будет довольно странно. I like to read a book. Ну, то есть как-то одну какую-то книгу, видимо, эту книгу всю жизнь будешь читать. Да? Если мы возьмем предложение I have read the book, слово книга стоит с определенным артиклем the. То есть речь идет о той книге, про которую, ну, может быть, мы с тобой уже говорили о ней, да? Я тебе рассказывала, что я купила новую книгу, что она очень интересная, и я ее уже имею прочитанным. Артикль the здесь появился не случайно. Книга уже прочитана, я имею ее прочитанной, и это та книга, о которой я тебе уже говорила. Об артиклях мы поговорим попозже, но уже сейчас нужно понимать, что они тоже не просто так появляются в нашей речи. Разберем эти же примеры, но с отрицанием. Что у нас тогда получится? Смотрим. Я не читаю книги. Ну, то есть вообще не люблю чтение книг. А может быть, вообще не люблю чтение. Но здесь, скорее всего, не люблю чтение книг. Второй пример. Я не читаю книгу. То есть сейчас, в данный момент, я ничем не занята, я могу с тобой поболтать. Я не читаю книгу с утра, потому что с утра я занята другими делами. И я не прочитала книгу, не имею ее прочитанной. На сегодняшний момент ничего тебе рассказать не могу. Ну, и почитать тоже тебе не могу дать. И, скорее всего, сейчас я буду читать, и в кино мы с тобой не пойдем. И разберем еще один пример. Допустим, вот такое получили вы личное голосовое сообщение. Как вы смогли убедиться, в этом голосовом сообщении было использовано все четыре настоящих времени. В каких ситуациях могут использоваться еще эти времена? Ситуация номер один. Ну, самый распространенный, если хотите узнать, где находится интересующий вас человек. Помните вот этот вопрос? Where is that? Когда мы изучали с вами Present Continuous, она сказала, даже не задумывайтесь, в каком времени вам нужно отвечать, да? В Present Continuous. Hi, Mary. Where is mom? Hi. She is sunbathing in the garden. Для пущей важности мы можем добавить еще Present Perfect Continuous. She has been sunbathing since 10 o'clock. Предложение в совершенно продолженном времени подчеркнет еще больше, что мама так занята, что, в общем, вы еще не скоро сможете с ней поговорить. Придется подождать, пока она не закончит такое важное дело, как прием солнечных ванн. Пример номер два. Вы хотите выяснить причину радости, печали, смеха, слез, неважно, какого-то человека. Кто нам поможет? Продолженное и совершенное. Why is Sally upset? Ну, вы можете подставить что угодно. Why is Sally glad? Why is Sally happy? Bored, excited? Ответ обязательно будет Present Perfect. She has lost her back. Почему Sally расстроена? Так сумку потеряла. То есть у девушки негативный результат. Помните, я говорила, результат может быть разный. Вот в данном случае она имеет сумку, но потерянный. В результате она расстроена. Дальше. В таких ситуациях можно еще использовать и Present Perfect Continuous. Например, вы видите, что человек приходит к вам в мокрых туфлях. Why are your shoes wet? I have been washing the car since morning. То есть, почему туфли мокрые? Потому что я мыл машину с утра, машина уже помыта, да, машина чистая, но последствия от этой мойки они на лицо мокрые туфли. И туфли мокрые вы увидели раньше, чем эту машину. Пожалуйста, Present Perfect Continuous просто идеально для этой ситуации. Разберем следующую ситуацию. Сладкая парочка. Продолженная и совершенная. Они любят гулять вместе. Вы хотите узнать, есть ли какой-то результат, ну, чтобы начать делать что-то другое. Например, Mary, have you done your homework? No, I'm still doing it. Вы спросили про другу про сделанные уроки в надежде, что все сделано, да, что вас отпустят в кино, что вы как-то приятно проведете время. Задали вы вопрос в Present Perfect, потому что, ну, вы 100% были уверены в том, что есть результат. Ну, и отвечает она вам в Present Continuous, появляется стил, она говорит, что она еще в процессе, вся занята, не надо ее отвлекать. В общем, поход в кино пока откладывается на неопределенное время. Эту сладкую парочку Continuous и Perfect можно встретить еще в таком сочетании. What are you doing? Nothing. I have just finished my homework. Что ты делаешь? Ничего, только что сделала домашнюю работу. Абсолютно другая ситуация. Меня им интересует именно сейчас, а не вообще. А в ответе мы имеем результат. Ну, в общем, у нас отличный шанс провести время вместе, можно даже сходить в кино. Друзья, раскрою еще такой маленький нюанс. В этих временах присутствует эмоциональность в той или иной степени, да? Просто она немножко вот зажата такой формой, потому что англичане достаточно скрытны, reserved, да? И они высказывают свои эмоции вот так открыто, допустим, как это делают другие народности. Так вот, в present simple эмоций вообще нет. Потому что там просто сухое перечисление фактов. Некая статистика. А вот эмоции уже появляются во временах continuous. Там вообще мы как-то спешим, да, что-то делаем, какая-то такая вот может быть волнение какое-то, да, или там печаль и радость. неважно, здесь процессы происходят разные. Здесь у нас эмоции зависят от того результата, который мы получили. И это очень важно. Ну, а здесь у нас и результат, и какое-то действие продолжается. Здесь эмоции, ну, просто море, да? Вспоминаем уже эту историю про арбуз. Когда я бегу, успеваю забежать, и в последний момент не достается кусочек арбуза, потому что, несмотря на то, что вы его и ели уже там целый час, все-таки что-то осталось для того, чтобы мне тоже полакомиться. Эти нюансы нам тоже помогут во многом. А пока тренируйтесь, отрабатывайте. Напоминаю, что есть плейлист, где есть упражнения, и там можно потренироваться, можно самостоятельно что-то поделать. Подписывайтесь на канал, если вы считаете, что он для вас полезен, чтобы его не потерять. Отмечайте урок, который прошли. Поделитесь с друзьями, если это видео было вам полезно. Я думаю, что тогда другим оно тоже будет полезно. И жду вас на следующем уроке. На следующем уроке мы разберем всю линейку прошедших времен. Пока!